Отгадайте загадку. Маленькая рогатенькая головой не вертит, на зубах хрустит. Это козуля. Козули это традиционные поморские фигурные пряники, лошадки, олени, елочки, домики, щедро украшенные глазурью. Они являются своеобразным кулинарным символом Архангельской области и всего поморья. Поморские козули это и рождественское угощение, и талисман. Козули – самое древнее печенье с языческими корнями. Раньше их пекли на Рождество, перед Новым Годом, на праздник Калиды. И не для себя, а всегда в подарок. Такой нехитрый с виду дар приносит счастье, удачу и благополучие. Почему они так называются? И когда появились, об этом мы хотим вам рассказать. Русский Север издавна славился своими ремеслами. Многие виды народного искусства достигли здесь художественного совершенства. Это резьба по дереву и кости, кузнецкое дело, шитье жемчугом и золотом, кружево плетение. Все хранило на себе отпечаток таланта, душевного здоровья и тепла. Вот и Северные Козули – это настоящее произведение народного искусства, имеющее свою историю. Козули славились не только отличными вкусовыми качествами, но и, прежде всего, высокохудожественным оформлением. Сказочник Степан Писахов в своих письмах писал «Козули, кроме вида забавного, и для еды благоудобны». Почему же этот поморский пряник называется Козуля? Историй в северных деревнях пекли на Рождество лепные фигурки животных из рожаного теста. Наиболее часто встречающимся было изображение козы. Коза являлась символом достатка и благополучия. А вот детям и невестам – Козули из рожаного теста. Козули по столу скачут, несут людям удачу. Но, возможно, название Козуля – от Косули – красивого и грациозного животного, иначе оленя. Также в поморском уговоре Козуля – это змейка, завиток, спираль. Возможно, за извитую змееобразную форму древнее поморское печенье получило свое название. Первые Козули появились на поморской земле много веков назад и считаются наиболее древним вином печеного фигурного теста. Имеется летописное свидетельство, что еще в 12 веке наши предки лепили из теста фигурки быков и коров. Козулями издревле наши северные предки, Кольские и Архангельские поморы называли так – всех животных с рогами. Чаще всего поначалу среди Козули встречались образы животных и птиц. С ними связывалась сложная система представлений и верований, в основу которых лежало поклонение силам природы. Наиболее древними и самыми распространенными были образы коня и птицы, а также оленя. Кон – символ солнца, небесный олень – олицетворение нарождающейся жизни. В данном случае – нарождение солнца, которое от зимы поворачивает к лету. Основными персонажами северных козуль и были олень и конь – некогда священные жертвенные животные. И создание хлебного стада – это видоизмененное жертвоприношение. Магические фигурки служили оберегом от злых сил и их ставили на божницы перед иконами. По море считали, если напечь большое стадо животных из теста, приумножится дичи в лесах, добавится количество скота во дворах. Пряники ели не только сами с чаем, но и скармливали домашнему скоту, руководствуясь принципом «больше отдашь – больше вернется». Козули в привычном нам понимании появились тогда, когда населению стали доступны сахар и пряности, то есть не раньше XVIII века. Ранее козули выпекали с использованием только северных трав, за счет которых достигалась возможность длительного хранения пряников. Но после широкого распространения корицы и гвоздики истинный рецепт козуль был утерян. Козули пекли на Рождество. На Беломорье говаривают «Без козули и праздник не в праздник». Обрядовое печенье входило в ритуал народного праздника Каледа. Это было очень важным событием в жизни каждой семьи. К нему лепили козуль целыми подносами. В Рождество ходили на посиделки, пели поздравительные песенки-калядки, заходили в каждый дом. В калядках звучали пожелания здоровья, богатого урожая, удачи в охоте. За пожелания калядники требовали угощения, но не обычного пирога, а непременно козулю. Приговаривали «Кто даст пирога, тому двор живота, а кто даст рогушек, тому двор телушек». Ценность поморских козуль в том, что это одновременные печенье с едобной янрушкой и оберег. Козули приносят в дом счастье. Ими украшали елку, часть дарили друзьям, часть подавали на стол, часть отдавали детям для игры, но несколько козуль обязательно оставляли в доме до следующего года. Считалось, что эти необычные пряники оберегают дом и всю семью. Если они ломались, их не выбрасывали, а скармливали скоту или птице, и это тоже характерно для обряда жертвоприношения. К тому же козули обладают еще одной удивительной способностью – они со временем не портятся. Поэтому через год после изготовления новых пряников прошлогоднее можно с чистой совестью и без зверда для здоровья съесть. Эта традиция сохранилась и по сей день. В народе есть свой секрет козульного ремесла. У мастера должна быть легкая рука, чистая душа и добрые мысли. Человеку злому, с мрачными мыслями, тесто не дается. Рождественское тесто требует бережного отношения, нельзя потерять ни одного кусочка. Счастье из рук не выпускают. Творили и пекли это печенье не в суете, а с заговорями и позже с молитвами. В старину верили, что жидкое тесто, особенно когда его замешивают, крутят, запоминают эту информацию и, побывав в печи, сохраняют ее в себе надолго. Кстати, о древнем поморском печенье, в виде свернувшихся в спираль змеек, упоминает и Степан Григорьевич Писахов. Именно он впервые в своем рассказе о козулях написал о том, что при завивании козуль мизинские жонки произносили добрые пожелания. Съешь козулю, пожелание сбудется. В старину козули пекли из рожаной муки, чтобы получить характерный темный цвет, на котором рисунок из глазури смотрится наиболее выигрышно. Позже их стали делать из пшеничной муки, добавляя пережженный сахар. Рецепты теста строго хранились в семье. Тесто тонко раскатывалось, фигурки вырубались при помощи форм. Формы для вырубки козуль передавались из поколения в поколение. В некоторых семьях сохранились формы, которым больше 200 лет. Потомственные мастерицы сохраняли формы предыдущих поколений и на их основе создавали новые формы, созвучные новому времени. Таково появление Деда Мороза, елки, звезды. А после 1920 года были очень популярны козули, серп и молот. Лепка и вырезание фигурок считалось тоже действуемым рядовым, что подтверждается рядом табу и правиль. Так, например, фигурки животных вырезались в профиль человек лицом вперед. Объемные фигурки оленей должны смотреть в левую сторону, иметь определенное количество рожек. Внизу под фигуркой обязательная полосочка земли, скрепляющая хрупкий материал. Такой пряник удобно взять в руки, его можно поставить, ведь этого требовало обычаи сохранять подарочные козули на счастье до следующего новогодья. Дальше была роспись глазурью. Дети редко принимали участие в изготовлении обряда в выпечке, хотя зафиксировано, что именно детки часто украшали готовые фигурки козулик. Интересно, что еще в 20-30-е годы 20 века девушки одаривали козулями своих парней на новогодних вечеринках. К этим дням они готовили самое нарядное печенье, состязаясь друг с другом в мастерстве его украшения. Те, кто вырос в старом деревянном Архангельске, наверняка помнят, как перед Новым годом на заснеженных морозных улицах поморской столицы у магазинов и на рынке появлялись закутанные в пуховые платки продавщицы рождественских пряников. «Покупайте-ка деткам козули, пара-табаски козули!» – звали они на местном соломбайском диалекте, предлагая прохожим чудесное новогоднее лакомство. Такие разукрашенные разноцветной глазурью пряники по-поморски козули пекли в большом количестве жителей Принградного острова Соломболы в преддверии Нового года Рождества. Пара-табаски в переводе с местного поморского наречия звучит «очень красивые». В XIX столетии широкое развитие получило пряничное ремесло. В Архангельске существовала своя школа пряничного дела, к сожалению, сейчас полностью утраченного. Печатные пряники изготовлялись с помощью пряничных досок, а в дореволюционном Архангельске были кондитерские, выпекающие рождественские козули на продажу. Существует три вида козуль. Объемные козули пекли только в Холмогорском районе и на Терском берегу Белого моря. Козули печенья и тетерки изготавливали в Крыгопольском районе Архангельской области. Козули пряники, расписанные глазурью, пекли в Архангельске. Самые древние козули – холмогорские и мизенские – из черного теста, иногда расцвеченные белым тестом. Холмогорские козули по виду напоминают оленя. Из теста вылеплена фигурка на четырех ногах, голова, куст рогов ветвистых, на рогах яблоки, на яблоках птички, перни на крылышки птичек, сделанных из белого теста. Все это кажется перенесенным из очень древнего языческого мира. Чудится какая-то оккультная запись в этой странной красивой фигуре. Объемные козули пекли не только в Холмогорском районе, но и на Терском берегу Белого моря. На Кольском полуострове под Мурманском. Олень солнце – хранитель семейного очага. Несет хозяину доброту, тепло, свет, здоровье и благополучие. Олень венчальный с переплетенными рожками означает, что впереди настоящая любовь. Однорогий олень – весенний, олень дружеских отношений. Олень дверогий – символ здоровья и долголетия. Олень – вожак. Трехрогий олень – лось. Олень – воин, защитит от дурного глаза. Еще на Рождество петли тетерки – птичка с птенцами. Тетерки дарились особенно дорогим гостям. Тетерка – утица – знак материнства, взаимопонимания и любви семье. Тетерка – пожелание здоровья и счастья. Если она с птенцами, то это счастье семейное. Сколько птичек сидит на спинке у птицы, столько деток в доме. А неугодным гостям кричали ржаной калачик. Терские хламогорские козули не расписывают. Их доводят до глянца в процессе приготовления. До сих пор сохранилась присказка – света лицом, как козуля, то есть очень красивая. Считается, что козули, находящиеся в доме, охраняют его от злых духов, сохраняют счастье в доме. Фигурки эти часто можно было увидеть в домах. Похожие на глиняные игрушки, они были красивым украшением и талисманом. Козулю носили с собой, клали ее на подоконник, на печку, у кровати. Если в Центральной России на Рождество больше гадали девушки, то на терской земле главное место отводилось мужчинам. Какую козулю ты вытянешь, тому в новом году и случится. С этих слов начиналось гадание на магических фигурках. Все по очереди вытягивали из мешка козули. Вот и тесто для козули месили в основном мужские руки. Был в этом особый смысл, ведь мужской дух отгоняет злые силы и притворение теста. В Мизинском уезде еще пекут плоские козули, раскатывают тесто длинной лентой толщиной в половину карандаша и свертывают его разными рисунками, порой неожиданно похожими на священный лотос в волнистом окружении, напоминающем сияние. В этом видится и своеобразный отголосок мизинской росписи. Каргопольские плоские козули зовутся тетерками. Тетерки скали в виде свернутых в круги змеевидных завитков. Пекли их в середине марта, что относится к очень древнему обряду, приуроченному к весеннему равнодействию. Позже эта традиция была перенесена на зимнее Рождество и январский Новый год. Некоторые ученые считают, что козули хомогорские, мизинские и ряда других уездов являются наследием здешних первонаселенцев. Возможно, что пришедшие сюда новгородцы и москвичи принести с собой пряники. И из древней козули, из черного теста и из пришлых пряников могла появиться наша козуля. Чувствуется влияние английская или норвежская в козулях наиболее давних форм. Ангел, пастух, звезда, лев, виноград, ваза с цветами. Более поздние козули – собака с будкой, кошка, извозчик. Подают фигурки, как хлеб-соль, на полотенце или холщовой салфетке. Там им уютно и тепло. Хлебная фигурка уважения требует. Каждая фигурка имеет свое символическое значение. Козули катали и сочиняли приговорки на счастье и удачу. До сих пор любимой забавой поморской ребятни является гадание на козулях. Порой с новыми формами, приобретающие уже шутливый характер. Коза – символ плодородия. Чем больше таких фигурок будет на столе, тем больше будет животных в стадии живности в лесах. Где козел ходит, там жито родит. А где коза с рогом, там жито с тогом. Баран – покровитель домашнего очага. Приносит в дом изобилие и благополучие. Ходит баран по крутым берегам. Сорвал травку, положил на лавку. Кто ее возьмет, тот и вон пойдет. Корова – символ плодородия. Покровитель домашнего очага. Семейного уюта и достатка. Корова божья. Титочка востра. Сучок на бочку. Дой на кмолочку. Бык – защитник. Помощь в работе и в делах. Сто бы тебе коров, полтора ста быков. По ведру бы тебе доили, да все сметаною. Лось – помощь и защита. Рога его расходятся, как лучи. Выбирает его тот, кого все любят. Кому все друзья бегут за помощью, поддержкой и теплом. Олень – хранитель семейного очага. Несет хозяину добро, тепло, свет, здоровье и благополучие. Рыба – удача в делах. Даря приговаривали. Сколько рыбы в море, столько достатка в доме. Корабль, лодка, путешествию. Птица – символ солнца и счастья. Посланница неба. Птицу получит счастливому быть, к добрым вестям. Бабочке – к скорому теплу, лету красному, приятным событиям. Ангел – божий вестник. К известиям – исполнению желания. Женщине – граждению ребенка. Колокольчик – хорошие новости. Звезда – к удаче и успеху во всем. Гриб – крепкое здоровье. Видов козуль – огромное множество. Из козуль – именные, украшенные разноцветными узорами, большие и маленькие, традиционные и причудливые формы. Называли их по-разному – калятками, коровками. В каждой области или крае свое название, но смысл один – нести людям добро. Через традиции поморских народов мы познаем историю своей многонациональной родины. Сотни лет на поморской земле мастерицы пекли вкуснейшие, сказочно красивые пряники. Козули стали маленькой приметой северного края. Драгоценный клад оставили нам наши предки. Не растратить бы его, не испортить чудесную картину козульного искусства. Каждый праздник имеет свой запах. А вы уже чувствуете запах Нового года, Рождества и козуль? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА